Мы сейчас находимся на саде Даулатаабада. Даулатаабад – это район загорода в древних времен. Сад был построен 250 лет назад, точно когда Каримханазан основал династию Зан. Он назначал губернатора для района Язва. Его зовут Мхаммад Татия Бафты. Он был также известен как Великий Хан и использовал сад в качестве своей резиденции. Сад имеет много деревья. Древья очень красивые. Вот деревья – гранат, ангир и миндаль есть, тутовник есть, всё есть здесь. А гранат я рассказал. Вот Иран по производству гранат первые в этом мире. Это 500 тысяч тонн ежегодно производится в Иране, вращивает. И у нас более 10 видов вообще гранат. Сортов. Сортов. Даулатаабад является одним из 9 иранских садов, занесённых в список всемирного наследия ЮНЕСКО под общим названием «Персидские сады». Называется у нас наоранжи. Даже на испанском языке у нас есть древья наоранжа. Наоранжа. Но это похоже на апельсин. Можно говорить кислый апельсин. Это кислый пока не сезон. Сезон – это зимой. И от цветов этих древья мы используем как лекарство. Это как добавляем с чаем. Это пахнет хорошо. Для циркуляции крови очень полезно. Как и в других иранских садах, вода играет большую роль в украшении Дулатаабада. Находящийся здесь 34-метровый бадгир – ловец ветра. Является не только самым высоким в Иране, но и во всём мире. Сейчас мы пойдём внутри здания и посмотрим, как работал и работает, какая система. Захватывая потоки ветра с поверхности, за счёт разницы давления бадгир направляет их внутрь в глубину здания. Музыка Помещение для лета вообще. Летное помещение. Здесь как кондисионер. Охолождалось все это здание, другие комнаты. Воздух после попадания в верхнюю часть Бадгира поступает в коридор, связанный с внутренним хранилищем воды, после чего он способен охладить помещение почти на 13 градусов. Вообще, Бадгиры – это наследие Древней Персии, еще с тех времен, когда государственной религией был не ислам, а зуроастризм. Поэтому неудивительно, что больше всего таких сооружений сохранилось в Язде, одном из немногих зуроастрийских городов современного Ирана.